Приветствую. Постановления ТЦК ИСП о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, за нарушение мобилизационного законодательства во время военного положения являются незаконными. А незаконными они являются по той простой причине, что в статье 255 Кодекса Украины о административных правонарушениях не указаны ТЦК ИСП и их начальники как лица, уполномоченные составлять протокол. А поскольку для составления постановления нужно сначала составить протокол, а протокол они не могут составить, то и постановы, которые они выносят, привлекая военно обязанных к административной ответственности, являются незаконными. Друзья, давайте вместе с вами сейчас Распочитаем действующие законодательства и с вами вместе разберемся все-таки, кто прав в этой ситуации и могут ТЦК ИСП, либо не могут привлекать к административной ответственности. А для этого, конечно же, мы должны посмотреть с вами КУПАП. А посмотрим мы только две статьи 235 и 255. Статья 235 важна нам тем, что именно она дает полномочия ТЦК ИСП возлагать административную ответственность. И вот здесь мы видим, что территориальные центры, комплектование и социальные поддержки рассматривают правы про такие административные правопорушения. Вот первое. Про порушения призовниками, військовозобовязанными резервистами правил військового облику. Про порушения законодательства про мобилизаційную подготовку и мобилизацию. Про зипсуття військовообликовых документов, чи втрату их знеобережности. И вот указаны 210 статья, 210 прим и 211. И часть вторую внимательно с вами читаем, что «Вид имени ТЦК ТСП разглядаты справы про административные правопорушения и накладаты административные стягнення мают право коревники ТЦК ТСП». И здесь кто-то уже говорит, мол, что ты мне читаешь, я это и без тебя читал и видел. А где здесь про протоколы? Нет здесь про протоколы. Но еще раз обратите внимание на часть вторую статьи 235. Она уполномачивает начальников ТЦК и СП рассматривать дела об административных правонарушениях. Теперь мы с вами идем к статье 255. Она называется «Особы, які мають право складаты протоколы про административные правопорушения». И здесь хочу немножечко отступить. Эта статья огромная, реально огромная. Вот сейчас мы ее с вами будем смотреть и вы увидите, какая она огромная. И проблема правозащитников в том, что они, знаете, что делают? Они ищут поиском. Они берут, пишут Ctrl-F, нажимают Ctrl-F и пишут там «Территориальные центры комплектования». И не находят. Конечно же, когда человек так ищет, он не найдет ТЦК и СП в 255 статье. И приходит к выводу о том, что значит их там нет, а раз их нет, значит они не могут составлять протоколы. Но вот отличие так называемых правозащитникам от юристов заключается в том, что юристы не ищут поиском. Юристы все читают. Именно поэтому у юристов есть реальные знания. Эти знания носят системный характер. И сейчас мы вместе с вами почитаем эту статью, ну полистаем, если быть точнее, и найдем ответ на вопрос, который нас интересовал. Может ли ТЦК и СП, начальник ТЦК и СП составить протокол? Ну, листаем внимательно или не очень внимательно статью. Просто я хочу показать, что это действительно 255 статья, чтобы никто меня не обвинил в том, что я куда-то перепрыгнул, показал не ту статью, как-то сфальсифицировал, либо что-то еще. Вот как-то обвинить меня в недостоверной информации. Вы видите, я листаю, это все еще идет 255 статья. Вот, она реально огромная. Понятно, почему ее не читают. Она огромная. Нужно много времени, чтобы ее почитать, а еще и осознать, осмыслить нужно. И вот все листаем. Это все идет 255 статья. Я прошу прощения, что вот медленно так, да? Но я, чтобы показать, что это все она, что мы пока не перешли к какой-то новой статье. И вот здесь я остановлюсь. На самом деле, статья еще продолжается, но я здесь остановлюсь. И мы с вами прочитаем одно предложение. Вот это. У справах, про адміністративные правопорушения, в яких отнесено доведение органов, зазначенных у статтях 222-244-21-244-24 цего кодексу, протоколы про правопорушения мають право складати у повноважене на те посадові особы цих органів. Еще раз читаем внимательно, да, что в справах о адміністративных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции органов, указанных в статте 222-244, а это значит что? Статья 235. Вот она. И вот почему я говорил, что ее важно знать, да, почему мы с самого начала ее рассматривали, потому что именно в ней написано, что рассматривать дела об адмінправонарушениях военнообязанных, призывников, резервистов, может ТЦК и СП. И, соответственно, протоколы про правопорушення мають право складати у повноважене на те посадові особы. То есть тот человек, который уполномочен рассматривать дело, он и уполномочен составлять протокол. А кто же этот человек? Снова возвращаемся в 235-ю статью. И видим, что здесь указан один единственный человек. коревник ТЦК, ТАИСП, СП, Освин, той самый человек, который уполномочен рассматривать эти дела. И я надеюсь, что мы с вами пришли к одному и тому же ответу. Начальники ТЦК и СП имеют право составлять протокол о административных правонарушениях, предусмотренных статьей 210, 210 прим и 211. И имеют они это право делать в соответствии со статьей 255. Ссылочку на статью 255 я, естественно, оставлю в описании к данному видео. Вы сможете зайти самостоятельно проверить, еще раз убедиться, что это статья 255. И там все предусмотрено. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал, где больше информации и она появляется оперативней, чем в YouTube канале. Ну и там также можно пообщаться со мной в комментариях. На этом у меня все. Я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.